Дальше, мы поняли, что важная часть это планирование замера. Замерщики же что красавчики делают? Звонят клиенту, я у вас буду, вот тогда-то, тогда-то, ждите, к примеру. Или я еду в ваш район, вот, допустим, завтра, потому что там будет еще один клиент, мне вот удобно в два или в три. Клиент такой, а мне неудобно. Он говорит, ну тогда ждите, когда в следующий раз к вам поеду. Таких, я раз, серьезно? Ну типа, вы вообще нормально так себя ведете, так можно вообще себя вести? Ну мы узнали, что нельзя, вот, и мы назначили такую должность, как координатор по замерам. То есть это человек, который берет все замеры и сам их распределяет на замерщиках к определенному времени. Мы дали человеку двухчасовой интервал по времени, то есть у нас замерщики стали выезжать с 10 до 12, с 12 до 2, с 2 до 4, с 4 до 6, с 6 до 8 и с 8 до 10. И им расписывают, соответственно, эти замеры в графике. Ох ты, и с расстаиваемостью замера стала выше, и клиенты у нас перестали отказывать, и замерщики стали на них доезжать. Блин, а мы-то думали, что мы делаем не так? Дальше получается, и когда менеджеры сообщают клиенту время и день замера, им гораздо легче записать клиента на замер, гораздо легче. Потому что все другие как говорят? Ждите, вам позвонят. Он говорит, ну окей, жду. А мы говорим, приедет завтра с 10 до 12. Дом будете? Буду. Все, замер сросся, наша основная задача случилась. С расстаемой замеров повышаем.